Всем привет, с вами Brain First, мы продолжаем играть в Max Payne 3. Время не ждет, хардкор. И это правда, время не ждет, это действительно хардкор. Мы начинаем с такой перестрелочки, довольно простой. Аккуратно не попадите в девчонок, я мог бы выстрелить, но мне как-то их, не знаю, жало что ли стало. Не стал я этого делать. Здесь в принципе эффективен шут-додж, то есть смотрите сами, все зависит от вас, то есть от вашей игры. Боже, посмотри, что с Максом. Вот кто король брейкдэнса у нас. Смотрите просто как он прыгнул, замечательно. Все зависит от вас, то есть я использую шут-додж, если есть какое-то укрытие. То есть если Макс после падения упадет за какую-то перегородку, за какой-то щит, я не знаю. То есть можете смело использовать, потому что враги вас не достанут в любом случае. Так, здесь меня оружие, не знаю зачем. Но здесь есть враги. Здесь я почему-то решил, что мне калаш не нужен, потому что очень близкое расстояние, и он не так эффективен. Здесь, смотрите, парень. Эх, выбежи и убью Макса, лысого. Вообще, мое мнение, если хотите знать насчет лысого Макса, я не понимаю, почему людям это не понравилось. То есть, поймите меня правильно, я тоже не любитель смены имиджа, но ему это пошло на пользу. И на самом деле я люблю фильмы с Брюсом Уэрисом, вот в стиле Крепкого Орешка. Не знаю, все, наверное, в юности, в детстве смотрели эти фильмы. И на самом деле вот такой Макс, он возвращает в память любые моменты, любимые моменты из этих фильмов. И лично я представил себе, что я играю не в Макса Пэйна, а в какой-то из эпизодов фильма Крепкий Орешек. Я думаю, что Rockstar как раз и хотели нам предложить именно такой экспириенс. Вот эта глава, она на самом деле не начинается так, как она начинается здесь. Мы до этого еще ходим по этим фавелам бесконечным, мы общаемся с людьми, Макс влипает в какие-то неприятности, еще куча заставок. Хорошо, что это все было вырезано. Если вы будете играть в обычный синглплеер, вы замучаетесь просто, потому что эта глава, она где-то минут на 40, наверное, только. Заставок там минут 20 и еще 20 геймплея. Это первая серьезная глава, это первая сложная глава, это первая глава той игры, которая вас ждет всю остальную, всю остальную часть. Поэтому к тому геймплею, который будет сейчас, к нему нужно будет привыкать и нужно будет тренироваться. То есть постоянное использование укрытий, постоянное заучивание респаунов врагов. Да, если нужно это сделать, это лучше сделать. На самом деле, то есть для вас это не будет лишним каким-то сюрпризом, что враг откуда-то вышел. Довольно проблематичный момент здесь, потому что очень долгое время нам не будут давать пейнт киллеров. То есть единственный пейнт киллер, он вот там вот лежит, где вот сейчас убил парня в красной рубашке. Вот. Вот парень появился, ядоряснулся, пару раз меня попал. Решил использовать шут додж, у меня очень мало глобулит таймов, он заканчивался. Вот, кстати, один из отличных способов, если вы находитесь в режиме буллит тайма, видите, что он заканчивается. То есть на последние остатки буллит тайма я советую делать вам шут додж, это довольно эффективная методика. Ну, конечно, если не куча врагов перед вами, но обычно такое бывает, когда там парочка врагов в конце остается, и, в принципе, добить никакой проблемы. Вообще, парни наверху что-то пытаются делать, как-то пытаются отстреливаться, мы, я думаю, с ним разберемся. Отлично. Ну, вот про что я и говорю, то есть, что вас ждет? Вот эти парни, вы будете ходить по этим фавелам, вот эти парни будут вылезать из каждого угла. И это не то, что раздражает, но это немножко, знаете, такой грязный способ лишить жизни вашего персонажа, да? То есть вы не ждете, вы идете вперед, и тут бах, какой-нибудь потлатый парень появляется и пытается вас убить. Это ужасно. Вот, здесь очень аккуратно нужно действовать, потому что у меня пару раз здесь игра зависала, потому что я очень быстро проходил, через дверь игра не успевала прогружаться, у меня было такое, что Макстон витает в воздухе, враги вообще невидимые, ну, в общем, было веселье, после этого игра зависла и все. Хорошо, что это был не режим времени ждет. Ну, вот и бывают такие вот варианты. Так, еще один момент с Bullet Time, которым вам нужно убить несколько врагов подряд. Они все умирают с одной пули, поэтому, если вы стараетесь ради трофея... Вот я бы на этом моменте сейчас получил трофей, то есть я убил всех, и это без проблем. Это довольно сложный момент для вот именно получения трофея, потому что не всех врагов мы можем заметить сразу же, да? То есть некоторые там поднимаются по лестнице, некоторые вообще на втором этаже, и если вы там остановитесь или не сможете в кого-нибудь долгое время попасть, то все, трофей вам не дадут. Ну, это так, кто как бы заморачивается на эту тему, я особо уже, как бы... У меня остался просто скилл с того момента, как я пытался получить эту трофею. И он, в принципе, здесь мне пригодился, потому что я получил очень много времени, я получил... Я не получил дэмэджи, это самое главное, я считаю, здесь. Так. Здесь коробка с оружием, я советую использовать здесь штурмовую винтовку. Калашников отлично подойдет здесь. Парень ворвался жестко. Вот эти парни, опять же, с дробовиками, посмотрите, он с обрезом, то есть, по сути, если бы он ворвался, выстрелил в меня, это была бы мгновенная смерть. Я не видел, я там забрал, бульнет тайма или нет, но вроде бы, да, потому что у меня четыре, сейчас было два. Вот, так что обязательно в предыдущем моменте заберите эту самую бульнет таймэ. О, господи, бульнет таймэ. Почему я ее называю бульнет таймэ? Я хотел сказать пейн-киллера. Господи, пейн-киллера. Да, обезболивающий. Я буду называть его обезболивающий, чтобы уж точно сбиться. Боже, сколько же здесь народу Макс уже убил. Кошмар. Довольно проблематичный, долгий момент, вообще вот эти все долгие моменты, они как раз-таки опасные, они опаснее всего. Прекрасный был шот-дотш от Макса. Тут, кстати, из этой арки появится еще двое врагов. Чуть не откинулся с них. Обязательно, как только выйдете здесь, выстрелите вот по той дальней бочке. Если вам повезет, вы убьете обоих. И мне не повезло, я убил одного всего лишь, но этот парень, по-моему, ни черта не смыслит в укрытие, потому что его башка торчала просто. Огромная мишень. Еще два пейн-киллера, два обезболивающих, и это очень хорошо можно двигаться дальше без особых проблем. Да, мы видели этого парня, который ходил по второму этажу, он вернется еще, и он будет настреливать вам в спину, как только вы наткроете огонь. Поэтому, зная это, будьте аккуратны. Кстати, многие говорят, что лучше людей в этих окнах не убивать, потому что игра может зависнуть. Я стараюсь тоже этого делать. Посмотрите, парень на одной ноге балансирует. Ну, это же просто феноменально. Вот царь горы, да, я бы тоже его назвал царем горы. Так, отличный хатшот. Да, я знал, что этот парень выйдет, но у меня было пару моментов, когда я просто не понимал, откуда стреляют, мне стреляли в спину, и вот этот парень постоянно появляется. То есть, если у вас будут проблемы с этой главой, то есть, если просто у вас будут кто-то обстреливать, вы не будете понимать откуда, то посмотрите просто назад. Это настоящая падла, очередная падла от Rockstar, и таких падл на самом деле в этой игре очень много. Ну, это парень, я знаю, что он там сидел, поэтому я даже как бы не заморачивался, сразу же выстрелил. Еще один падл момент впереди. Я уже говорил, что этих моментов дофига, и вот еще один падл момент впереди. Так, здесь двое врагов, вот, но когда пройдете дальше, там будет в упоре стоять парень с дробовиком, поэтому, причем, за вами, когда вы видите, вот с правой стороны, когда вы видите, вот здесь лежит бочка, ее нужно взорвать, ее нужно взорвать, потому что это полная падла. Этот парень, какая задумка у Rockstar, как вас подставить по-жесткому? Этот парень стреляет в эту бочку, она взрывается у вас за спиной, вы мертвы. При взрыве последний шанс не включается, то есть, это мгновенная смерть. Будьте аккуратны, это важный момент, это не сложный момент, это важный момент, его нужно запомнить и просто пройти это такое исключение, вот, если правило, бывают исключения. Здесь тоже есть свои исключения, свои нюансы, даже так скажу. Это падла момента. И еще, кстати, куча падла момента впереди будет. Rockstar просто осыпали эту главу вот такими вот гадкими, отвратительными местами. Седьмой, седьмая баночка здесь, и что здесь происходит? Куча врагов, которые просто выходят из дверей и обстреливают за вас. Я знал, что они выйдут отсюда, поэтому я приготовился, но для человека, который не подготовлен, что происходит? Чуваки с обрезами просто вылетают, просто вылетают, один выстрел, мгновенная смерть сразу же. Правда, включается последний шанс, но он обычно не очень-то и спасает. Так, вот этот момент. Как он проходится, не все могут понять вообще, почему враги не появляются. На самом деле, вот на верхнем этаже, вот этого парня я только что убил, его нужно убивать первым. То есть, ни в коем случае не спускаться вниз, потому что внизу у вас будет меньше, скажем так, шансов пройти этот момент с минимальным, с минимальным уроном себе. Поэтому просто снимайте здесь и снимайте его с крыши и вот отсиживайтесь здесь. Это более эффективно, потому что вы будете на одном уровне, если вы будете сидеть вот за этой каменной штуковиной, то вы будете ниже и в вас враги будут попадать. просто отыграйте вот этот момент. Тут какой-то небольшой баг в игре, потому что мне показали, вообще вот когда показывают такой вот повтор в замедленном времени, то есть это показывает, что это последний враг в этой местности убит. Но вот как видите, было еще три врага и это довольно большая подстава. Конечно, меня не убили, но есть люди, которые просто после таких моментов, то есть они действительно важны, потому что ты расслабляешься, ты даешь организму отдохнуть и вот представьте, то есть ты расслаблен, а тут бах, три чувака еще появляются и могут убить вас. Не знаю, этот единичный момент, или так получилось, или это баг, не могу сказать, но как получилось, так получилось. Здесь еще два парня, плюс вот там парень с дробовиком, по-моему, еще выйдет. Или он уже вышел? сейчас посмотрим, когда зайдем. Ох, какой хедшот прекрасный. Да, вот парень с дробовиком еще. Это опять падл момент. То есть, куча, куча парней с дробовиком, которые выбегают из-за угла, убивают вас. единственный способ, это просто запомнить. Сейчас Макс спалит нарко-лабораторию, они тут устроили. Классно у него, кстати, мальчика. Не прокомментировал этот момент, но круто. Хочу такую же. Я не смогу найти какие-то ключи в этом месте, поэтому я решила сделать свое дело для дробовика. небольшой салют. Небольшой салют. В нашу честь, это круто. Так, лучше никого не убивать, как я уже говорил. Так. Начался еще один важный, еще один сложный, один из самых сложных моментов в игре, который требует для того, чтобы я его прокомментировал. Здесь нам представят коктейль Молотова. То есть, они были еще до этого, но мы их не видели в перестрелке. Здесь они появятся. Коктейль Молотова действует так. Если они у вас попадут, они поджигают Макса, и он горит в течение некоторого времени. В течение этого времени нельзя лечиться, не работает последний шанс. И это означает, что если один коктейль у вас попадет, это мгновенная смерть. Что я предлагаю делать здесь? Не очень удачно здесь. Все. Я предлагаю вам уйти сразу же из укрытия, которое там нам предлагают укрыться в самом начале, потому что они просто могут закинуть коктейль за него, и вы умрете. Вот. Поэтому просто пройдите вперед, убейте врагов впереди, и потом вернитесь за этими. Они, в принципе, никуда не уходят. Вот. Такая уж проблема. Что здесь нужно делать? Здесь нужно идти вперед, ни в коем случае не останавливаться, убить вот этих парней. Очень красиво я их убил, кстати, одной пулей. Невероятная просто стрельба. Бегите вперед, взрывайте эту ракету, и ни в коем случае сейчас не останавливайтесь. Здесь вас зажмут, здесь вас закидают коктейлями. Заканчивайте главу как можно быстрее, лишние секунды этого не стоят, чтобы переигрывать всю игру заново. Вот. Это мой совет, и этот совет очень эффективный, многие им пользуются, так что давайте, ребят. Беги, Макс, беги. На этом все, глава закончена, огромное спасибо за внимание, с вами был Brain First. Увидимся в следующей главе, все интересное только начинается. Всем удачи, спасибо за внимание, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok